Детройт. Интерактивная история. Игра за игрой мы пытаемся испытывать себя. Для Детройта мы хотели прежде всего написать историю, которая будет невероятно вариативная. Это значит, история должна иметь максимально нелинейный сюжет, который мы когда-либо делали. Мы действительно хотели, чтобы игрок мог изменять историю, словно это его собственное приключение. Когда ты пишешь резюме, ты пишешь для интерактивной среды. Когда вы работаете на телевидении, вы помещаете персонажа в тяжелую для него среду. И вы, как команда писателей, спорите, что же этот персонаж будет делать. Но в конечном счете вы должны решить, что происходит. Вы просто показываете это аудитории. Что интересное в интерактивной драме, это вы подводите игрока к этому диалогу. И это меняет вашу работу, немного как писателя, для обеспечения контекста повествования, в котором игрок может писать свою собственную историю. Ты даешь своего рода повествования, которые образует конструктор Лего, создающий собственную форму. Вы также способны создавать свою аудиторию, объединяя ее с персонажами игры. Потому что аудитория в какой-то мере в ответе за то, что произойдет с героями. Давай пошли. У нас уже есть немного денег. Ты использовала меня, чтобы украсть деньги. Как ты могла? Я доверяла тебе. Это определяет специфику сценария по величине. Если берешься за сценарий для фильма, то будет около 100 страниц. Но здесь мы имеем дело с сценарием размером 4-5 тысяч страниц. И все становится больше, потому что мы рассказываем не одну историю, а излагаем все возможные варианты развития сюжета, заложенного внутри этой повествовательной среды. В третьем финальном акте мы имеем около тысячи разных сценариев. И каждый из этих сценариев должен быть интересным, настолько страстным, настолько же сильным и эмоциональным для игрока. Мы хотим, чтобы каждое действие, которое делает игрок, каждое взаимодействие было доступно и служило для пересказа истории, и помогало игроку выбрать своего персонажа, и строить этого персонажа с каждым моментом. О, конечно, я сказал, мы поставили цель очень рано для проекта такого масштаба. Мы никогда не лгали игроку, поэтому мы реализовали видимую структуру древа в игре. Игроки могут консультироваться во время сцены или в конце, которые показывают, что действительно они сделали, и что они могли пропустить. Их игры за гранью их собственного исследования мира. Мы предлагаем исследование повествования. Вы знаете, держать контроль над столь объемной историей, это серьезный вызов. То же самое, когда стреляешь в актеров, потому что тем самым подстреливаешь кучу разных версий диалогов, разных сцен для актеров. Это... это огромный кусок. Стиль этой игры в том, что ты имеешь кучу разных путей, которыми персонажи смогут пойти. Каждое их принятое решение, это что я могу назвать, типа, выбери свое собственное приключение. Это игрок и делает, что открывает более 40 страниц материала и опыт, открывающий тебя как исполнителя. Вы должны попробовать продолжать делать вещи настоящими, которые игрок мог бы в своей жизни никогда и не увидеть. А представление это не всегда связано с предыдущим актом. Это изнурительный и тяжелый труд, но это классная команда, я рад делать это. Я действительно была растеряна, пока не дошла до точки, когда мне пришлось выйти за грани своего опыта. И даже в этой массе путей и моего собственного процесса, я была в состоянии сделать шаг назад и сказать, так, окей, это что-то новенькое, что тебе нужно, как я встречу тебя там, как мне дать то, что тебе нужно, и чувствовать себя так, как будто я делаю правильно. И однажды я сделала это, и внезапно всем стало весело, это было непринужденно. И тогда мы смогли подумать со стороны игроков и подумать, как обсужить их, что я делаю для них, что я позволяю им. Я думаю, это действительно помогло мне расти. Главное помни, слева ничего нет, это все. Скорее всего, ты должна зайти первой, закрыть дверь и проверить, безопасно ли здесь. Да, конечно. Самая приятная вещь в работе «Захвата движений» в этом своего рода проекте, если бы я снимал фильм, то взял бы одну из этих концовок. Я делал кучу разных вещей за Конора, твоя голова идет кругом, потому что ты пытаешься уследить за четырьмя разными линиями истории, за каждым ответом. Имя моей собаки. Боди! Скотт! Я... я... я думаю, это Джек. Я... я не могу вспомнить. Что ж, я работал много над движениями. Это хороший путь закрепить свой образ в разных кольцах древа по мере развития истории. Я знаю, где примерно нужно имитировать физику движений, чтобы было проще определить игроку, какие вещи я демонстрирую, и как это выглядит на расстоянии. Особенно, если ты играешь посредством кульминации. Для всех это будет собственной версией Конора. Я быстрее тебя! Я не чувствую боли! У тебя не остается ни единого шанса против меня. Слушай, мудак, это все касалось лично меня, а таких, как ты, до хрена в мусорках. Съемочные сцены в Клантик Дримс – это настоящий вызов. Потому что эти сцены, где идет рассказ истории, которая должна продолжаться, это не просто доза адреналина. Трюки производят огромные последствия на остаток истории. Это момент, когда мы вовлекаем игрока и говорим ему о выборах, которые он делал на протяжении сцен действий. Они имеют прямое влияние на эволюцию истории. Мой самый большой вызов в Детройте – управлять самым большим количеством аниматоров, что мы получили из захвата эмоций. Черты лица Детройта – более чем 37 тысяч анимаций, которые находятся под управлением каждый день. Вы должны осознать, что игрок при первом прохождении потеряет определенные сцены. Нам приходилось думать о задуманном и продюсировать весь потенциал пути истории. Продумать костюмы, персонажей, места, дни и ночи, погоду, получил ли персонаж ранение в плечо, пострадал ли он. Вся эта консистенция сподвигла нас создать кучу графических активов для того, чтобы игрок имел настоящую непрерывную историю. По правде говоря, мы даже были удивлены этим вызовом. Это привело к большому разветвлению сюжета. Мы сделали, что могли, чтобы гарантировать качество и удержать нашу игру. Что бы вы ни выбрали внутри этой повествовательной среды, вы в любом случае получите качественный опыт. Переведено и озвучено для канала Изи Пизи. Подписывайтесь и ставьте лайки.